Есть масса задач, где, в принципе, это не тяжело. Значит, чтобы фон у тебя был посветлее, можешь сразу начать с того, она, кстати, любая капля будет заметна, поэтому пока ты будешь фон набирать, лучше мне не клади рядом. Зашвыряла мокрыми белилами, зашвыряла, зашвыряла, потом взяла тряпочку, сделала фигушку и распределила белилами, просто взяла и мягко распределила. Вот эти жидкие достаточно, жидкая сметана белила. После этого берешь цветовые, розовые, голубенькие, коричневенькие и понаберешь цветовых настроений, хорошо? А потом уже в них начнет приходить фигура, противостоя им своей геометрией штриха. То есть фон будет текучий, она будет по цилиндрам. Давай так сюда подложить, потому что, ага, с некой аритмией укладки. Чтобы это было не наволосачено, а набрано с какой-нибудь пятнистой затеистостью. Хорошо? Угу. Давай. Уклон. Да? Покажешь. Снаружи. Вот, скажем, здесь снаружи активный свет. Взяла, загнала этот активный свет. У тебя выявляется плечик. Свет на грудочке, выявишь его. Свет на вот этих местах, выявишь свет. Он уже будет больше желтить. Ты видишь, как оно... Ну, только, конечно, прослеживая эти линии, это будет самое сложное. Давай. Мнотиков, чуть-чуть, с таким балованным, балованным характером укладки. То есть не мусоля, а играючи уложить. И снова дополнить идеей белого. Но уже не столько раздавливая, сколько укладывая густоту. Хорошо? Так. Ну, более-менее, более-менее выразила. Продолжаешь уточнять. То есть и темный нагнетаешь. И рефлекс. Вот этот зеленый рефлекс от какого-то зеленого отражателя. Это все не напрасно. Не потому, что он зеленых женщин нарисовал. Это рефлекс. И по-своему это живописно сразу становится. Правда? Вот. А где надо, подкладываешь желтый с розовым, более активно. Хорошо? Аж вот с такой активностью. И штрих. На головочке есть, что подложить светленького. Смотри, я вот таким чирком даю настроение именно волосявости. Правда? То есть такого локонного характера мазочечек. Коричневый, розовый, без белил. И по этой траектории темнота, которая будет сбита наверх. Прикольно? Сюда тоже светечек. То есть она не такая окладистая, как ты ее рисуешь. Чуть-чуть, смотри. Чуть-чуть и с таким настроением. Чуть-чуть и с таким настроением. Правда? То есть это все начинаем видеть. Вот это посветлить. А вот это потемнить. Вот это потемнить, то посветлить, чтобы она начала прочитываться. Здесь она тоже, ты видишь, касание достаточно темное. Уже прочиталось, вынулось. Давай так. Давай вот этих вот холодноватостей, зеленоватостей и прочее. Тоже теперь чуть-чуть вот так вот мягенько приподсунем. Вот этих вот настроений. Чтобы она усложнилась. И сюда немножко с синечкой можно зайти, темниночку усилить. Так, чтобы она не только уже красная была. Вот они наши. Свертлотики, которые будут то желтеть, то чуть-чуть розовить. И их тоже. И идею штриха по форме всюду стараемся выразить. Идею штриха. Даже пусть различим будет. Хорошо? Вот эти светики. Тоже пусть будут различимы. То есть, смотри, не садится на плечо волос. Иначе получается шлем на плечах. А так будет. Смотри, как там плечо отрезано от... Ну, есть вот этот проем, да? У тебя его не было почему-то. Здесь тоже не в самое плечо упирается. Посмотрите, как сразу шейка появилась, застранилась. Ага, вот эти вещи. Давай, давай еще. Ну, так в целом очень хорошо. Давай. Почти. И голубинка-розовинка. То есть, да? Характер укладки. И текучий характер. Чтобы показать, что плоскость здесь сваливается, а здесь горизонтально. Вот такие вот звуки накидаешь. Немножечко не хватает напряженности вот этому пятно. добавишь. То есть, как бы, такой глубокости пятна. Причем, чем более жестикуляцией это будет, тем лучше. Потому что жестикуляция сразу говорит о том, что художник похож на художника. Прошел вот какой-нибудь жестикуляцией. То есть, что некоторые вещи художнику очень легко даются. Тем более, что здесь можно себя проявить в плане жестикуляции. Правда? Какие-то звучики. То ли окна, то ли еще чего-то. Подсадите сюда. То есть, комнатные архитектурности, да? Мало ли что там, но такое, немножко архитектурное решение. Правда? Головочка своей темнотой почти соединилась с темнотой фона. Это красиво, когда, даже если мы что-то рисуем внутри формата, чтобы где-то это соприкасалось с окружением. И уже на это место розовый-коричневый со всей чернотой. Со всей чернотой. И уложить, уложить по траектории висячего. Да? Щупанешь тоже вот эту историку. Смотри, какой агрессивный цвет. Еще агрессивные моменты есть. В таких местах. Чуть-чуть их понаставить. То есть, есть такое понятие серый рисунок. То есть, когда он безакцентный. Вот до сих пор у нас было сера. С появлением вот этих, вот этих, вот этих вещей, серость рисунка уходит и появляется акцентность рисунка. Хорошо? Ну и идею все-таки архитектуры руки немножко выразить. Сюда пошла плечевая история. Да, смотри. Давай, вот с такими акцентами, везде, где они там могут быть, посмотри. Ну, прикольно пишется. По-моему, очень даже. Я убрал причесанность. То есть, я не рисовал ничего, я просто убрал причесанность. Какая разница, что там? Вот чуть-чуть этот отвес виден и хорошо. Сиреневатые теневые места белого свисающие, свисающие, ушедшие под ручечку. Тоже, ты видишь, никакого усердия. А-ля ломанный характер тканей. Ломанный характер. Не пластичный очень, а наоборот, ломанный. Открытый белый и дополним. А где надо, подвырежем. Ты видишь, да? Прекрасно и вырезает складочки. Дополним. Раздавим. И обчекрежем складочками. Хорошо. Обчекрежется. Складочки и здесь чуть-чуть различимы. Чуть-чуть жесткости, чуть-чуть мягкости. Появилась идея одетости груди. Некоторое присутствие вот этого белого по бедру, да? Чуть-чуть такое присутствие. Есть некоторая белизна из-под. Вот здесь поднимается. Тоже еще один способ подрисовывать. Это вот такой. И, наконец, где надо, подыграем. Подыграем уже кистью. Ну, это после ступенька. Время проведения акции Путина учит себя. Разве долюбились. На Палит Газах. По данному слушает экспресс. Счастницы Пусера из группы поддержки вышли из ресторана Центри города и начали выступление. Вот на месте станика Палит Газахи, который вместе с полицией популирули. Сочи. А ведь и однако, не как иметь, а где он разбил гитару в Пусто. да такие тоже акцентные проявления слишком червем засел смотри вот немножечко в штрих хорошо несколько в штрих ты заметила что вот от того что появился штрих вот я даже сейчас преувеличу преувеличу появилась идея вот этой окружности да и даже вот эта линия стала пропадать там сям потому что там тоже у нас толщинка за счет хребетика давай в таком ключе там еще далась вот этих вот звуков не подразумевала анатомию значит анатомия девушки выглядит так в талию движения до в талию потом бедра вот эти вот вот бедро так вот вот здесь у нас легкие у вас то есть здесь легкие выпирают здесь линия талии а здесь бугорочек бедра бугорочек или кто там из них таза бедра вот но здесь вот тоже выпуклость то есть это не просто никакая линия а с маленьким каким-то и там она у него читается читается линия бедра смотри вот она читается у него читается читается линия ребер смотрит я сделал ее с выпуклостью да то есть это не просто вот прогиб такой сюда какие-то мышцы чки идут лопаточка выявилась сразу вот это движение движение светлого лопаточку смотрю туда под лопаточку пошло вот здесь мышцы чки и все это характер цилиндра ямочка со светиком свете чик свете чик и все это штрих по форме это не круглая это не валик это не это косточки ты видишь сразу костяной стала она томенько сразу появилась а то просто была шапочка валик где вот эти вот закрытые лики бессерненькие где ярким кисть кажется что вот я сейчас по расчешу и будет красиво ничего подобного красиво когда она веселее изящнее помнишь мы заметили что там есть пятно который в которое уходит дальняя часть головы вот эти вот подчерки для нас еще никогда не не становятся вот смотри какой фоновой активный фоновой звук который вытащил фигурку вверх не головочку вытащил из этого пространства то есть такие вещи тоже начинаем различать по бедру пошел белый ой пардон да пальчики вот такими ломанностями вот когда не знаешь как или плохо там различается поставил и посмотрела как мизинец хочет не не приплюснуться к лежачей плоскости а так оттарчивать хочет лежачая плоскость продолжает свое лежание туда куда-то вот 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 эта вот раздавленная красочка, она прозрачно ложится и получились какие-никакие. Ты поняла, да? Вот этот обобщающий штрих, который я все время восстанавливал, ты ее все время съедала. Вот его надо удерживать. Иногда даже вот, вот смотрите, там у него в этом месте так же светло почти, как на груди. И есть эффект такой засвеченности пятна. И даже как ягодка на свет, правда? Она как будто прозрачная. То есть такие вещи тоже, когда мы видим, да? Оно кажется, ой, надо же там все-таки чертеж сделать. Все-таки, чтобы было видно. А вот и не видно. А вот и не видно и красиво. Ну и костяность подразумеваем, анатомику подразумеваем. Вот в таком пространстве очень выгодно, конечно, тюкнуть под писунчик какой-нибудь. А на мою можно тоже? Это ж я не свой, это ж я так вообще.